Белоруссия Приятного аппетита! Спасибо! Едем мы по Белоруссии Вообще даже когда в этот раз Киев не считался стартом Потому что это уже какая-то для нас обычная дорога из Киева в Белоруссию Думаешь, что уж здесь нового расскажешь Поэтому мы сегодня стартуем из Минска И направляемся в сторону Юрмалы Наша конечная точка на сегодня И наш первый кемпинг на пути этого крэйзи путешествия с палатками Первый опыт практически для всех нас Ну в таком, да, варианте Кроме нас мы на даче две ночи спали Нет, ну я имею ввиду в таком варианте В таком температурном, погодном режиме И вообще вот поэтому Немножко волнительно, правда Тем более, смотря, глядя на небо Здесь идет дождь И по прогнозу судья Завтра он тоже будет присутствовать Так что Я думаю, это будет какой-то такой Интересный опыт Ставить палатку под дождем Так, чтобы максимально сохранить ее сухой Ну и нас, собственно, тоже Вот Дорога нам предстоит 500 с лишним километров до конечной точки 910, да, вот Миша управляет И тем, что нас задержат в пути сегодня Будет граница Белорусско-литовская Когда мы ее проходили два года назад Мы потратили на это примерно часа 4-5 Вот И тогда было еще очень жарко, к тому же Ну и дети были младше соответственно И кондиционера у нас не было в машине И кондиционера в машине не было, да И, ну, было непросто Вот сейчас погода очень другая Кондиционер есть? Да В данном случае, наверное, мы будем греться Потому что температура воздуха за бортом 16 градусов И очень рассчитываем все-таки, что очередей больших не будет Хотя посмотрим Сейчас как бы на всех границах, вроде бы как, довольно много машин Наверное, это обусловлено все-таки сезоном Сейчас мы вот в июле месяце едем В прошлый раз мы были в июне, наверное, было поменьше Вот Так что посмотрим Ну, мы в прямом случае, наверное, расскажем про эту границу Как она сейчас поменялась Потому что с Белорусской, в принципе, все как было таки осталось И с всеми этими штучками, которые там, в платной дороге был Мы уже об этом рассказывали Если вам интересно, можете найти это видео на нашем канале Оно уже есть Вот Так что хорошей нам дорожке Будем детей в машине развлекать Сейчас посмотрим, чем В небосвод, как покровое знамя Вот и сюрприз Мы рассчитывали больше не говорить про прохождение границы в Беларуси Но, как говорится, не кажи гоп Пока не перескочишь Так вот Вот Еще плюс очередь Вот Большой плюс Когда мы сказали, что Да, конечно Вы, наверное, пойдем Переедем туда Лоша называется Да, да Называется пункт Лоша Это буквально 40 км от основной этой трассы Значит, что интересно Когда мы сказали, что, наверное, мы переедем, потому что мы с детьми Он сразу спросил, какой возраст детей Вот Ну, мы сказали, что там 7, 5, 4 и так далее И 6, да Но он ответил, что вот Если бы у вас были дети младше 3 лет Вы бы имели полное право двигаться без очереди Поэтому запомните На пунктах На основном пункте пропуска На трассе Минск-Вильнюс Вы движетесь без очереди, если у вас дети младше 3 лет Это, как бы, важно, я считаю И очень полезно Знать об этом И иметь, как бы, да, информацию Чтобы доказывать это, когда вы будете пытаться проехать Вот Сейчас мы ждем Я надеюсь, что все-таки ожидание будет не очень долго Мы, по крайней мере, рассчитываем Про болтол расскажи Ну что про болтол Мы не сдали, и слава Богу Потому что в эту лошу нужно возвращаться в оплатные дороги Вот сейчас там уже наша очередь Поэтому мы будем потихоньку подержать Ну что ж, хорошо, что мы не успели простоять все-таки небольшую, но очередь в лоши Вот Мы встретили одного доброго дядечку И он был, я не помню, с какой стороны Который остановил машину Вышел, подошел к нам и сказал, что лоша непригодна для нас Ну, для нашего случая Потому что тут нет таможни Хотя я вообще не понимаю тогда смысл этого пункта То есть мы вот, которые заполняли Потому что Беларусь в Литву может выехать А, вот По всей видимости Ну, в общем, мы заполняли все эти лоши А у нас временный ввоз на машину и он здесь не оформляется Да, то есть его не могут оформить, соответственно, как бы в лоши Мы, то есть пока он нам все это говорил Проехала рядом с нами украинская машина Которая нам просто сказала, что нас здесь не пустили и бегом помчался Мог бы же объяснить, но все-таки земля в конце концов Вот, так что теперь мы мчимся назад Котлов Котлов Немножко вернемся к трассе И нам сказали, что есть соседний пункт Где-то примерно километров 20-30 отсюда Называется Котловка Вот, где нас должны, ну, по идее, пропустить Я очень надеюсь, потому что я обратно возвращаться в 4-х часовую очередь После потраченных на поиски до этого времени, конечно, не хочется Так что будем держать кулачки, надеюсь, что, или там пальчики И надеюсь, что с третьего раза сегодня мы до, господи, бису у храны дюбройдем Беларусь не хочет нас отпускать Понравились мы едем Да, просто конец этим и балконам совсем Хорошо, что в Котловку можно доехать без платных дорог И нам не надо опять заниматься нашим друзьям Установка этого устройства третий раз Да, ну, в общем, едем Ладно, приключения Лес тут красивый, можно грибочкой пособирать Место очень красивое